Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он подошел от чистого сердца, потому что не знал, как ему быть дальше Его беспокоила его совесть Что он не все исполнил Откуда это могло быть у него? Это мог уложить ему только Господь Как Господь это вкладывает в нас? Он вкладывает в нас еще до рождения Как написано у апостола Павла Сказано так, что Двое были в очереве матери Одного я возлюбил, а другого уже возненавидел И Савва возненавидел, а Якова возлюбил И когда они родились и начали жить Так все и получилось Это называется избранничество Божие Если у нас с вами это избранничество Этот главный вопрос должен нас волновать Что это такое? Никодим Старец Учитель Галилейский Евангелие Теона 3 глава Приходит ночью к Иисусу Христу И спрашивает у него Этот же вопрос задает И Господь ему отвечает Только родившись свыше Ты можешь получить Царство Небесное И говорит дальше От воды и духа будет рождение твое Как узнать от воды и духа рождение? Говорит, дух дышит где хочет Не мерует дает Господь духа своего Дух Святой это утешитель Который приходит к нам после того Как Господь образовал церковь свою Господь сам уходит на небеса И посылает утешителя Почему? Его не видно Духа Святого А в чем он видно? В плодах наших Когда мы обращаемся от дел зла К делам добра Как это написано в послании к Галатам И все что было нечестиво в нас Оно обращается и становится добром Как это получается? Только по слову Иисуса Христа Господь говорит Исследуйте Писание Ивангелетану 5 глава 39 стих Ибо оно свидетельствует о мне А вы желаете через него иметь жизнь вечную Жизнь вечная Это тот критерий Та цель Которого мы должны идти Постоянно И непрестанно Царство небесное Через что Через что приходит все это? Только от воды и духа А это все в истине получается Когда Господь Иисус Христос Шел креститься К Иоанну Крестителю Иоанн Креститель говорит Мне ли креститься от тебя? И ты приходишь ко мне И Господь говорит Так нам надлежит исполнить всякую правду И эта правда исполняется Вот эта правда Она должна исполниться на нас Если на нас это рождение свыше Имеем ли мы плоды духа? Обратились мы от дел зла К делам добра Это все мы должны сейчас В сердце своем Наша совесть должна нам сказать Если мы верующие до конца Значит мы должны Любить Святую Библию Слово Господне Потому что в то время Когда апостолы приняли Слово Господне Это был только Ветхий Завет Нового Завета еще никто не написал Ученики еще Только были сами учениками Господнями Поэтому они принимали Те слова которые Господь Дал написать через святых пророков Нам Людям На этой земле И через них искали Иисуса Христа И нашли Нам сейчас дано большее Нам дан и Новый Завет Что мы читаем Деяния святых апостолов Строительство общины Если мы желаем Чтобы у нас была Настоящая православная община Мы должны брать Слово Божие Священное Писание Святую Библию Открывать И смотреть Как это было раньше Какие были люди Что они делали Они исполняли Слово Божие Какое главное Слово Божие было То которое он сказал Последние Мгновения Когда находился на земле Когда мы уходим От наших родных И близких Когда уходят Наши родные Уже До конца Мы что говорим Скажи нам Какое твое напутствие Или когда стоит На казни человек Последнее слово Говорит Последнее исполняет Какое последнее слово Иисуса Христа было Евангелие от Матфея 28 глава 20 стих Идите И научите Все народы Крестя во имя Отца И Сына И Святаго Духа Аминь Давайте сейчас посмотрим Что у нас есть Какое должно быть крещение Иисус Христос Написано Вышел из воды Когда крестился Апостольские каноны Нам показывают Апостольское правило 50-е Если священник Не крестит Троекратным погружением А крестит В одно Таково Извергается Иисус Сана У нас сейчас И погружения нет У нас просто идет Мочение Откуда это взято От униатов Католиков Те которые сейчас Образуют Фашистские формирования И бьются там С Донецкой И Луганской Республикой Это и есть униаты Это и есть Иезуиты Которые извратили Слово Божие Мы это приняли У нас не один Из западной Украины Здесь священники И епископы Все мочат Только людей Крещение Истинного Троекратным погружением Во имя Отца И Сына И святого духа нет Дальше Теперь идите Научите Естественно Что никто Никуда не идет Никто никого не учит Батюшка Вот сейчас Он сам не знает Сказал всю правду Которая есть У нас в церкви Проповеди Истинного миссионерства Истинного благовестия Благовестия Это несение Слова Божьего Евангелия В мир Как нес его Иисус Христос Апостолы И ученики его Все кто были верны Слову Божьему Святой Библии Это нужно Взять Себя Научиться Во первых Самому Выпить Духовно Море Духовной Литературы И тогда Может быть Из тебя Потечет Источник Воды Живой Который Других Может вдохновить Чтобы ты Шел И другим Рассказывал О Слове Божьем О том Как человек Может родиться Свыше И только Рожденный Свыше Человек Через Слово Божие Ибо Человек Рождается Только от Слова Божия Если мы Слышим Слово Божие Об этом Говорит Опять нам Апостол Павел Места Священного Писания Нам полностью Выстраивают Стройную Картину Нашей цели С вами Как Нашим Душам Достигнуть До конца Искренной Веры Чтобы у нас Были Живые Активные Общины Не сонные Стояли Члены Общины А все Могли Действовать Как один От Мало И до Велика И чтобы Все исполняли Закон Божий И друг На другом Надзирали Как говорит Апостол Павел Смотрите Верили Вы Друг перед Другом Кайтесь Где мы Это сейчас Видим До такого Даже И помыслить Нам невозможно Почему Потому что Мы друг другу Не доверяем Каждый Из нас Если он Не рожден Свыше Живет Своей жизнью Обособленной Об этом Батюшка Как раз И сказал Поэтому Мы не можем Собрать Никаких денег Почему Мы ограбили Бога Говорится Малахии Мы его Святую Десятину Присвоили Себе Мы должны Десятую Часть Отдавать Священнику А он Будет Сам Распределять И он Не должен Говорить Простите Меня Я там Чувствую Апостол Павел Сказал А валах Лепечется Господь Он спрашивает А валах Лепечется Конечно Нет А о ком Он печется О святых Своих В первую очередь О вас Вы не будете Кормить Вала Вол Это священник И он Не будет Пахать И молотить У него Не будет На это Сил Никаких Поэтому Об этом Даже И не Минуется В нашей Общине Десятина Платится Батюшке Он там Сам Дальше Как Распределяет И так Дальше Исполнение Законов Нужно знать Каноны Церковные У нас 719 Канонов Правил Православной Церкви Среди Них Очень Много Таких Которые Не подходят И Ношение Одежды И Как Себя Человек Должен Вести И как Священник Должен Вести Как Должен Вести Себя Епископ Какие Должны Горячие Проповеди Там Конкретно Говорится Каждый Праздничный Воскресный День Епископ И священник Должны Говорить Такие Проповеди Чтоб Человек Возгорался Пламенем Людвиг К Богу Давно Мы Слышали Такие Горячие Ревностные Проповеди От наших Священнослужителей А почему Потому что Рождение Свыше Не только Мирян Касается Но И Священнической Касты Хотя Касты И не должно Быть Это наши Должны Старшие Братья И Епископы Надзиратели Церкви Как это было При апостоле Павле Когда апостол Павел Уходил Падали На выяв К нему И плакали Почему Любовь Свыше От Бога Давала Это Чувства Верующим Людям Когда Последний Раз Вы плакали Когда Епископ От вас Уходил И Кидались Ему На шею Не оставляя Нас Твоими Молитвами Твоими Проповедями Один сидел И упал Евтих И упал И разбился Апостол Павел Подошел И исцелил Его Воскресил Почему Он слушал Проповедь Апостола Павла Господь Словом своим Через апостола Восстановил Ему жизнь Слово Божие Может все Если вы Возьмете его В руки И начнете Его изучать Не просто так Что я спрошу Читали Библию Да читали мы Там ее Когда Последний раз Читали Библию Да ладно Че ты там Привязался Знаем мы Твою Библию Знаем мы Твою Евангелие Это Не у Евангелия А Евангелие Евангелие Это благая Весть Христа Ради которой Он пришел И погиб На кресте Но Господь Воскрес Не забываем Этот радостный момент И этот радостный момент Будет и у нас С вами Если мы все Родимся свыше Рождение свыше Такое должно быть Сейчас вы думали Одно Как там Батюшки На церковь собрать И так далее А батюшка печется Не об этом оказывается Он говорит Я пекусь о том Как бы храм наполнился людьми Почему Ему охота Чтобы еще люди приходили А после Книга Исаии говорит Господи Собранным Твоим Собери еще Исаия восклицает Он ревностный был такой А как собрать Ну Господи Вот просто прошу тебя Собери Господи И он посылает Пророка Собрать Значит книгу будешь писать Так чтобы люди Вдохновенные Твоей проповедью Приходили И приходили Обращались То же самое Апостол Павел Искал Гнал христиан И вдруг Свет с неба Кто ты Господи Тот Которого ты гонишь Господи Обрати И уже обращенный Уже пламенеющий Пошел Куда В Аравию Я говорит не смотрел Апостол Где там ученики Какие Я сразу в Аравию Пошел Не встречаясь ни с кем Апостол Павел Как ты Ученики Господни Они должны тебя сначала Наставить Благословить Там все У меня Бог Благословил Я прозрел Через Аманию Епископа Поэтому И обратившись Стал Из льва Стал малым Малым Сам себя Смирил Вот это смирение Вот это терпение Которое мы должны При научении Словам Господним Проявить Оно решит все Для этого У вас должны быть Должны быть Занятия По изучению Слов Божьих Нужно изучать Слов Божие Написано Среди вас Должен найтись Мудрый Ну это обычно Как священник Священнику Некогда Требы Требы делать Только для верующих Сразу вы увидите Как сразу У батюшки Наступит Время хорошее Для неверующих Никаких треб Не должно быть Неверующие Они все идут в ад Бог в гневе На всех неверующих Это говорить Прямо в глаза Не надо Сюсюкать Кто-то денег Даст Кто-то не даст Говорите прямо Почему Потому что Через апостола Иезекииля Было сказано 31-33 главы Если ты увидел Брата согрешающим И не сказал ему Об этом Кровь его будет На тебе Когда он погибнет От Господа А если сказал То крови Его на тебе Не будет Ты исполнил То что Господь Наказал И дальше Не удерживайте Меч Господень От крови Если Господь Наказывает За что-то Не надо Господу Свои слова Вкладывать И его впытался Господь его Вразумил И он сказал Господи Один раз Я услышал Два раза Замолкаю Вот так вот Должно быть у нас И все И теперь только Слушаю Слушайте слова Божии Как это Слушал Самуил В младенчестве Когда ему Священник Сказал Первый священник Иди Скажи Слушаю Слушает Рап твой И он маленький Побежал Слушает Рап твой И уже Стал великим Пророком Который Кстати Не смог Воспитать Своих детей Воспитание Детей Это Потом Очередная Задача Воскресная Школа Это Хорошо Воскресной Школы Не будет Без воспитания Самих Себя Дети Все равно Не поднимутся Это Не просто Опыт Говорит Это Опыт Всей Церкви Говорит Поэтому У нас С вами Сейчас Состоил Вот этот Разговор Идет О рождении Свыше О цели Жизни О царстве Небесном Постоянном Преследовании Нашей душой Только Царство Небесного Ищите Прежде Царство Небесного А это А это Перечисляем Одежда Питье И еда Даже Дом Не перечисляется Батюшка Вот заботится О храме О домах Господь Это даже Не перечисляет Мы Как Ну вроде Сибиряки Конечно Тут замерзнем Зимой Если не ходить Для того И милостыня Есть Если ты Говорит Увидел Брата Обнаженным Там Сестру И сказал А Ну ладно Иди там Питайся Грейся А сам Ничего Не сделал Для того Чтобы они Были Чтобы они Не голодали И Не замерзли То значит Ты ничего Не сделал Для своих Кто о своих Не печется Тот хуже Неверного Написано Тем более Если мы уже Стали христианами Друг о друге Надо пищить Отсюда Что Отсюда И дома И когда Апостол Говорит Господи Это дальше Продолжение К этому же Евангелию Которое Сегодня читалось А Кто же Может Спастись Он говорит Невозможно И человеком Возможно Богу А мы Все Оставили Последовали За тобой Рыбак Последовал Сеть Последнюю Дырявую Бросил Лодку Пробитую И все Больше Ничего Нет И это Для него Было Богатство И для Каждого Из вас То что У вас Там Есть Немного В хозяйстве Это все Богатство Ваше Это понятно Но Когда Господь Требует Идите Идите Станьте Рудиться Разумом Уже Тут уже Не говорится О том Нога Там Колено Болит Или Руки Там Вас Сводят Когда Копаетесь Земле Говорится О вашем Разумении Человек Звучит Гордо Написано Не забудьте Человек Переводится Чело Это разум Век Это вечность Это Это Всегда Направленные В вечность Мысли У нас И Адам Сделан Вечным Не забудьте Об этом А то что Там Ева Согрешила И дальше Там И поверил Потому что По плоти Они Одинаковые Это Понятно Уже Господь Так Сотворил Это До Рождения Всего Еще Это Домо Строительство Таин Божьих Господь Так Сотворил Чтобы Нас Было Много И Чтобы Многие Спасались Чтобы Многие Любили Для Того Чтобы Можно Было Друг Другу Помогать Показывать Милосердие И Избранничество Это Должно Определиться В людях Многие Отойдут Еще Евангелие Атеана Шестая Глава Господь Говорит Тем Кто Собрался Слушать Его На Озере Генесарецком И Говорит Будете Есть Плоть Мою Пить Кровь Мою И Написано Шестая Глава 66 И Многие Отвратились От Него Остались Только Двенадцать Учеников Апостолы И Он Спрашивает А вы Не хотите Отойти От меня То есть Все Никого Не Осталось Были Тысячи Как Только Он Сказал Как Надо Трудиться Все Никого И Говорят О Какие Жестокие Слова Он Говорит Суровые Непонятные Для Нас Рождение Свыше Немее Непонятно Поэтому Никодим И Сказал Господу Господи Это Что Мне Значит Старику Надо Войти В Утробу Матери И Второй Раз Родиться Господь Отвечает Ты Учитель Израилев И Этого Ли Не Знаешь Мы Сейчас Это Можем Сказать О Каждом Нашем Учителе Который Был До Того Как Мы Попали В Храм Божий Вы Учителя Этого Ли Не Знали Что Нужно Рождение Свыше Через Слово Божье Вера От Слышания Слышания От Слова Божьего От Святой Библии Другого Рождения Нашего Для того Чтобы Мы Стояли В Храме И Полностью Были Помощниками Батюшки Членами Истинными Церкви Когда Священник Говорит Проповедь Или Говорит Христос Воскресе Чтобы Вы Видели Как Пламя Поднимается Божественное К небу Вот Он Какой Должен А не Так Что Из Последних Сил Да Тут Инфляции Нет Для Христианина Ты договоришься Говорит Вчера Больше Народу Было Ты Начал Говорить Не ходите Не смотрите Оденьте Плотки Перестаньте Носить Сережки Оденьте Юбки Длинные И так далее И никого Уже Нету Почти Он Говорит Если Даже Будет Один Человек Для одного Буду Говорить Проповедь Потом А если Не будет Никого Камни Будут Слушать Потом Передадут Иоан Креститель Подобное Сказал Из всех Камней Показал Господь Сделает Себе Чад Чтобы Вы не Были Камнями Такими Которые Господь Не может Сделать Этих Чад Вы должны Оживиться Словом Божиим Для этого Образуйте Кружки По изучению Слова Божьего Вот В принципе Для этого Мы и приехали Показать Как образовываются Кружки Для изучения Слова Божьего Какая Литература Используется Какие Обороты Речи Нужны Как Нужно Мыслить Кто Должен Быть Старшим Как Вести И главное Как Применять Священное Писание Толкование Святых Отцов Священное Писание Святая Библия Полностью Вся Ветхий Новый Завет Толкование Святых Отцов Ян Златоуст Блаженный Феофилакт Василий Великий И очень Много Других Толкователей Дальше Жития Святых Полностью По Дмитрию Ростовскому 12 книг Все Жития Святых Надо все Рассматривать Дальше Предания Различные То есть Духовная Литература И Подсобные Для изучения Материалы Они Все есть И Каноны Церковные Все 719 Правил Канонов Вы Как члены Святой Православной Апостольской Церкви Соборной Должны знать Для себя Который К вам Относится Который Относится К священникам К епископам Для чего Чтобы поддерживать Наших старших Братьев Епископов И священников Держать В правильной Конве Нашу Веру Православную И Помогать Всегда И главное Идти на Благовестие Это Каждым Может заниматься От Мало До Велика Маленькие Дети Могут Заниматься Этим В школе Сколько По их Силе По детской Это надо Их Учить Будет Когда Мы Научим Когда Сами Будем Уметь Благовествовать Людям Нести Слово Что такое Благовестие Слово Вот Христос Пришел И говорил Вот Семя Падает И Показывает Вот Сеет Семя Четыре Рода Земли На которой Падает Семя Одно Это то Когда Вообще Ничего Не растет Другое Это На дороге На твердом Месте Когда Маленький Корешок Солнце Сходит И засыхает Третье Это уже Возрастать Заботы Житейские Это Верующие Люди Когда Любовь Машины Дома Деньги Все там Страдания Какие то Печали Все Темня Заглушила Нету Ничего И последнее Доброе Семя Это должны Быть Все мы Вот Все кто Тут Стоит Все И кто Наши знакомые Верующие Все должны Быть Принести Плод Тридцать Шестьдесят И сто Больше Христос Меньше Не принимает Христос Если вы Не приносите Плод Или не слышали О таком Что кто-то Принес Эти плоды Батюшка Ратует За это Он Очень сильно Я послушал Ну через Своеобразность Такую Но Желание Наполнить Церковь Божию Оно по другому Просто не наполнится Я Не то что я Отрицаю Там все Ну если вы будете Знать Слово Божие Вы поймете По другому никак Вера от слышания Слышание Слово Божьего Блаженные ноги Благовествующих Мир Благовествующих Благое Говорит пророк Исаия И апостол Павел Повторяет за ним Это Блаженные ноги А нам говорят В ногах Правды нет Сатана Сказал эту пословицу В ногах Вся правда Оказывается В ваших ногах Старческих В твоих молодых Которые не знают Куда еще идти В ваших молодых Которые только на танцы Или еще куда-то Там За угол В темноту Вы должны Направить эти ноги Туда куда Господь Желает что вы пошли Волю Бога Исполните И вы увидите Как Господь Иисус Христос Просветит ваши лица Вы по другому К друг другу будете относиться Вы оденете платки Как наши сестры Будете Настоящими голубками Выглядеть Как мне бабушка Одна в деревне сказала Я иду Я иду вот так Под пояс И она Ой да ты С какого века Как приехал Я говорю А при чем весь век А у нас Она старая такая В Тогуле Я в церковь шел Она говорит Да у нас так же Юноши ходили Только у них Кисти вот такие были Я говорю А где А у нас на 5 деревень Церковь большая стояла Батюшку Потом зарубили Вот там Эти большевики И говорит С этих 5 По холмам А там у них Это уже Ну холмы Где засевают И вот говорит Идут И наши Говорит Сестры Как голубицы Я говорю Почему голубицы А у них Говорит Всегда белые платки Говорит И колокольный звон И говорит Парни все с кушаками Говорит Подпоясанные Бородатые Идут Нету ничего Не осталось И она это запомнила И Мне это очень На сердце легло Радостно Я говорю Ну вот мы постарались Как бы Взять То что Нам Дала Наша Любимая Церковь Дорогая Наш любимый Господь Иисус Христос Оставил нам Эти исторические Все вот Памятники Ну как Выглядели Русские люди Что обязательно Борода Это законы Бога Мы исполняем Не касаемся Крови бороды Своей Сестры наши Одеваются в платки Потому что 1 Коринфом 11 глава Честь Для женщины Растить волосы Волосы не стригут Краски Никакой не должно быть Это мы читаем Клевитом В исходе Когда люди Обращались к идолам И из золотых украшений Строили себе Идолов И поэтому Господь сказал Закопайте под деревом Больше чтобы никогда Не обращались к этому То есть это все К иду По конству Идет Дальше Никто не красится Не украшает себя Почему Главное украшение Написано Для женщины Это ее благообразие Внутреннее Как Сара Украшала себя Перечисляет Апостол Павел Для этого Чтобы вы все это Осознали И приняли Вы должны Не только На мои слова Переце Или там Батюшка Когда говорит вам Слава Божьей Вы должны Сами читать Исследовать Задавать вопросы Запомните Если у вас нету Никаких вопросов Духовных Вы не У вас нету Нищеты духовной Вы богатые А Христос говорит Я пришел Не к богатым Пришел Не к бедным Пришел Не к здоровым А к больным Я пришел Вот вы должны Быть полностью больны Тогда Господь К вам пришел А если вы все знаете Все уже Уверены во всем Апостол Павел говорит Значит вы еще не знаете Так как правильно Нужно знать Поэтому Нищета Духовная На первом месте Стоит Хотя все задают вопрос Как так Почему А дальше Блаженный Алчущий Жаждущий Правды Правда Все что я сейчас Вам говорю Это вся правда Вы должны Это сами полюбить Я вам пытаюсь Передать Свою внутреннюю Свою внутреннюю веру Но передать ее Невозможно Почему Сеющий Поливающий Есть ничто Но все Бог Взращающий Говорит нам Господь Батюшка Путь к храму И так далее Говорите о православной вере Дальше это понятно Что путь к храму Отец Духовный Есть Крещение Должно быть Но Игнатий Принчанинов Говорит так Что благодать Должна быть Призывающая Призывать То есть Пойти и рассказать о Христе Потом дальше Обращающая Когда человек Услышав Сам начинает Переменяться То есть От зла к добру Ну перестает Пить Курить Блудить Воровать И так далее И начинает наоборот делать Дела милостыни Начинает делать Законы Божии Вникает То есть Совсем другой человек Становится Это обращение И после этого Только освящение идет Здесь уже Руки священника Действуют Вот Сектантов Этого нету Они Идут Благовествуют Они прям берут Слово Божье Причем нашего Синодального перевода Идут Везде Ну вы их много видели Нас путают Иногда сектантами Как Ну в общем Это странно По моему виду Я не думаю Что можно определить Они баптисты Они же все бритые И так далее Ну там И свидетели И Говы тоже Они все бритые С галстуками Они никогда не оденут Поясок Они идут Везде И заполонили И все Людей Ну дальше Их призывать не могут Почему Только Любящие руки Христа Вот священник Вот это Все Вот его поручи Это изображает Любящие руки Христа Вот то что И Петрахиль висит У батюшки Который он Возлагает на голову Это мы с вами Овцы Которые Которые Господь На рамена своих Несет И это все Возложено на священника На священники Очень большая забота Как Отец Олег Ну Дошел до того Чтобы пригласить нас Рассказать Вам о вере Истиной Ну не знаю Это Господь Побудил его Так сделать Открыл сердце Батюшки Навстречу истине И написано Слове Божьем И многие священники Говорят Обратились к вере Так В деяниях святых апостолов То есть Священники Многие Не обратились Поэтому вера Это не то Что мы с ней Родились Как у мусульман Родился Все мусульманенок Уже бегает Вера Это Как солдат Генералом Никогда не станет Пока не научится Вере нужно учиться И это всегда было Оглашение Вот батюшка говорит Когда Оглашенные Зайдите Оглашенные Зайдите Батюшка точно знает Вы тоже можете знать А литургия верных Есть Литургия оглашенных На три части Делится Проскомидия первая идет Потом идет Литургия верных Оглашенных Потом литургия верных Вот когда Оглашенные Кто такие оглашенные Это те люди Которые не родились Свыше еще Они много могут знать Они уже Приняли Слово Они уже Начинают обращаться Или даже Обратились Но рук священнических Еще нету на них Они Дух святой Еще не дал им Свои плоды до конца То есть Только после этого После освящающей благодати Человек становится Истинным членом церкви Если у кого-то Чего-то не хватает Просите у Господа Спрашивайте у Батюшки своего Духовного наставника Отца И Становитесь Истинными чадами Святой православной Соборной апостольской церкви Потому что По другому спастись нам Не дано Мы не спасемся Будем умолять Стучать Господь говорит Я никогда не знал вас Отойдите от меня Делатели неправды Понимаете А мы делали Стояли на крылосе Пели как следует Там Причащались Исповедовались Апостол Павел говорит Потому что вы неправильно Принимаете Тело Господне Многие из вас Больны И немало умирает 1 Коринфянам 11 У вас 25 по 29 стих Прочитайте У вас много больных? Я думаю достаточно Потому что Неправильное причащение Недостойно Тело Господне Идет Почему? Благовестия Нету Не ходите ногами Вы не стоите На горах мира Ноги ваши Не несут мира Они несут Только гнев Божий Написано Кто не исполняет этого Гнев Божий на нем 3 глава Евангелия Таана 36 стих Чтобы не быть Под гневом Божиим Чтобы иметь Истинный страх Божий Страх Божий Это венец всего И начало И венец Страх Божий Только тогда Может быть у человека Когда Он начинает Знать все Невежественный человек Написано Никогда Не будет знать Страха Божьего Потому что Он невеже Мы должны быть Вежественными То есть Все знающими Мы должны быть Людьми Писания Не людоедами Какими-то А Человеколюбцами Миротворцами И все Что Господь Девятизавходил Блаженством Нам говорит Господу нашему Слава Спасить Христосу Может быть Вопросы какие-то Я не знаю Будут Я очень Почему 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 Позвал Во-первых Потому что С Осом Акимом Я дружен Поэтому Что хотел вам Показать Что Есть верующие Которые Не просто Православные верующие Да Православные Которые просто Верующие Верующие О том Что В храм Придут Раз Или два А есть люди Которые Для русского Православия Это не характерно То есть Как Ноги Благовествующие Вперед Шагают Почему А потому что Мы вроде Живем Мы у себя Дома Кому нам Идти Друг Говорить А вот Такие Как Барновля Такие Общины Они Создавались Повсеместно Знаете Где Вот В Польше В Литве На местах Пограничных Где Католицизм Был агрессивен Руступал Против Прославия И возникла Угроза Того Что Просто Прославие Как такое Вырождалось И Как Реакция Самосохранения Возникали Братства Которые Занимались Тем Что Занимаются Братья Изучают Слово Божие Они Осознают Кто Мы Такие Что Оказывается Быть Православным Не значит Родиться В этом И Тебе Будешь Таким Оказывается Что Ты Может Быть Православным Сегодня А Завтра Сидел И Тебе Мозги Промоют И Скажешь О Фу На Ваши Иконы Фу На Вашу Церковь Я Вот Что Не Пойду Вы Меня Дурили И Прочее Почему А Потому Что Не Понимал Того Что Оказывается Надо Живь Понимать Еще Вот Поэтому Как бы Оно Не Характер Размывается И Мы Семья Русские А Русские Не Обязательно Быть Православным Раньше Русские Православные Кушаком Подпоясаны Белые Глубочки Прошло Каких-то Десяток Лет И Этого Не Стало Кто На Церковь Лез Кто Кресты Спиливал Те Кто Вчера Шел Молиться Почему Потому Что Этого Не Была Эта Встреча С Христом Так Не Сто Стоялось Вот Мы Все Для Чего В Храм Прийти Чтобы Христа Встретить Христа Воскресшего Распятого Воскресшего Если Ты Христа Не Встретил То Внутренне Ты будешь Этому Чушь И На Кой-то Момент Тебя Просто Говорят Что Ты Заблуждался И Правду Человек Из себя И Смотрит А Внутри Ничего Нет Нет Любви К Получается Что Раз Этой Встречи Не Было То Нет Ничего Поэтому Вот Эти Такие Братства Возникали На Грани Опасность Совсем Потерять Веру Когда Я Не Был Уверен В Мои Дети Вообще Храм Возникали Братства Которые Изучали Слово Божие Проповедовали Издавали Литературу Их Таких Было Немного Потом Такие Братства Возникали Когда В Пусть В Южных Районах России Появлялись Всяк В рода Сектанты Сектанты Они предлагали Выгодную Веру Храм Ходить Не надо Ни на что Тратиться Не надо Живи Себе Не поститься Тебе Не надо И А крестьянин Да Ради Бога И мне Такая Вера По душе Все Храм Опустили Что Делать Опять Поднимались Начинали Книги Ворошить Изучать И Собираться То То Вот Критически Я думаю Что Почему Я позвал Потому Что Я думаю Что Не надо Ждать Момент Критически Когда Вот Ведь Можно Действительно Не только Храм Харь Слово Божие Изучать И знать Чтобы Как говорит Дапустол Павел Всякому Требующему Тебя Отчета Дай ответ Своим Званием Своим Званием Да Скротостью То есть И ты Не обличая Его Ты такой Негодяй Я говорю Ты твердо Я верю Потому что Вот так Вот так Вот так Потому что Эта вера Это мой Стержень Без моей Веры Моя жизнь Она немыслима Вот Все просто Человек Его уже Выбрать Не будет В эту веру Вот Поэтому Мы сейчас Поедем В Седоровку Там Пообщаемся Но Поблагодарим За труд Может быть Вопросы Откуда Мы Там Какие То У вас А Отец Игин У нас Был Здесь Рассказал Но он Говорил Как у нас Занятия Проходят Да У нас Занятия После Службы Сейчас бы мы Собрались Уже занимались И мы Собираемся По домам В течение Недели И продолжение Занятия Выбираемся Тему Тематику Ну какую-нибудь Евангелие Или там Книгу Откровения Но не Ветхий Завет Работаем Только по Новому Завету Или послание Апостола Павла Апостола Якова И разбираем По Блаженному Феофилакту Толкование Блаженного Феофилакта Это Златоуст Укороченный Ну можно брать Вообще всего Златоуста Но Это Побольше Времени Займет Но Будет Еще Лучше Поэтому Если У вас Созреет Такое Желание Заняться Словом Божьим Мы Вам С удовольствием Поможем Если У вас Созреет Желание Пойти И благовествовать Мы Вам С удовольствием Поможем У нас Очень Богатый Опыт Уже Десятилетия Мы Ходим Полностью Обошли в город Барнаул Ходили по улицам По квартирам Мы Смотрели Как это делают Сектанты Которые В свое время Это переняли Конечно У православных Ну давно Это только было Батюшка Это и говорит Когда думали Что все Только православные Ну вот Патриарх Очень хорошо Сказал Еще в 2003 Году В газете Труд Первое Его было Выступление Он сказал Да Наполнение Храмов После того Как развалился Советский Союз Было невероятно Потому что Люди Стремились И Батюшки Думали Что так всегда Будет Прям его слова Он тогда был Еще Митрополит Он говорит Но мы видим Что это не так Теперь батюшкам Надо затянуть Пояса И выйти Как сказал Господь На перекрестки дорог На улочки Переулки И звать И сейчас Патриарх Активно Уже Неоднократно И в интернете И вот последняя проповедь Его была Говорит Должен Каждый из нас Прям пальцем Показал Каждый из нас Показал Там кто-то Были и высшие Там эти стояли В галстуках И на рог Показал Пойти И говорить людям Которые не знают О Христе Чтобы Сердца их Наполнились Любовью Господу Иисусу Христу Таких слов От патриарха Давно не слышали Но это От всего сердца Уже Слова звучат Ну и как бы Не из последних сил Я думаю Еще Не настали те времена О которых Господь говорит Когда Человечество Останется Только склониться Перед Антихристом Еще у нас Есть время С вами Обратиться Ко Христу К всем сердцам Молимся Благодарю вас Спасибо Иисусу А вы на каком языке читаете Псалтей На русском Очень хорошо Не надо Мы же никто не разговаривает На сукон На славянском Вот у нас На русском У нас Достигли мы такого Что епископ Ну как бы нам Ну не запретил Читать все Библейское На русском языке У нас Вот когда мы Служат батюшка То По Риме Потом Ну ветхозаветное чтение Потом Псалты И Новый Завет Читаются На русском языке Имена очень обязательно Только какие имена Вы должны точно знать Что Что ваши Родные Близкие Тем О ком вы говорите Что А именно Священника Ну я думаю Батюшка Батюшка здесь же молится В алтаре Он же там Поминает А с теми Которые вы соприкасались Ну поминайте конечно Но Меня Господь Не уполномачивал Там По именам Но Я думаю Что это было бы неплохо Но если вы Затягиваете свою молитву Я думаю Это не угодно Господу Мы же не как язычники Должны там стоять И молитву обвинять Или воскрыли Одежду увеличивать И трубить На углу Как фарисея Наше дело Вот мы помолились И вы воспойте Песень Песень такую Знаете Чтобы она Ну допустим Мы пойдем К нашим Страждущим Братьям Мы Духовно Голодным Пойдем Им Расскажем О силе Распятья Весь Благую К сердцам Понесем Ну чтобы вы Сами сдрогнули Пошли Прям ноги Уже Все И вы уже Пошли Благовестовать Слава Христу Кстати Визитки Надо же Раздать Наши У нас есть Интернет Если кто не пользуется Интернетом Надо обязательно Себе приобрести Компьютер Пользоваться Интернетом Потому что Сайт У нас Православный Там Очень много Вот этого Дисциплина Батюшки Все Вы Где стоите Все будет Выставлено Вы можете Почитать Комментарии Будут Выходить люди Отоссюду Из Америки Из Австралии Из Китая Где только нет Верующих Людей Где только Сердца Не открывается Навстречу Кресту Это тоже Благовестие Ваше Благовестие Видите я начал Говорить вам О цели Нашего Существования Наша цель Рождение Свыше Вас Господь Избрал Чтобы вы В Царство Небесное Вошли Или нет Все остальное Ваучеры И так далее Потом Давайте сначала Разберемся С этим Вот как только Вы пойдете Благовестовать Вам будет Не до ваучеров Сказали Надо отказаться Вот Я просто Вам говорю Что нужно В первую очередь А там дальше Все Меня Господь Не поставил Ваучеры Я понятия Не имею У меня Ничего Этого Нету Ни ваучеров ННМ Есть Я зашел И мне Вот так Чичик Вышел Из машинки Я Расписался И пошел Все Что такое ННМ Я не пойму Все Ну там Цифру Говорят Что это печать Антихриста Но не может быть Петер Владимирович Меня как Замать Что еще Дальше Цифра 666 И вот То что Абракадабра Там конкретно Мое имя написано Я что могу сказать Там не написано Что я 666 Там ничего нету Я не понял Вообще Ажиотаж Откуда Паспорта Там какие-то Лепесточки Мое имя написано Или нет? Вы в Царство Небесное попадете в ад или в рай? Вы знаете это? А вы должны знать. Христос определил уже и Исава, и Якова. И вы должны определиться для себя. Потом уже решать какие-то вопросы несуразные. Вы ноги свои, у вас правда есть в них? Или вы все еще по-сатанински неправда в них? Больные будут всегда. А будет правда, будете ходить, благорестовать другим, соседок звать. Пойдем, Матрена, в церковь, послушай слова Господа Бога нашего Иисуса Христа. Все правильно, и мне крутят. Вы думаете, что нам не крутят? Меня вообще посылают на три советские буквы постоянно. Он в последний раз. Дедушка там один. А вы молокососы, чего вы тут ходите? Я говорю, а что, должны деды ходить, что ли, благовествовать? И вот сегодня, вот я вижу, уже и старшие есть, которые могут благовествовать. Оказывается, есть. А я удивился вчера, думаю, неужели деды будут благовествовать? А я-то сам к кому ему? Тоже к дедам уже подхожу. Надо и дедами идти, благовествовать. У них там ногах тоже правда есть? Чай, придем, и все дрог пейте. Это, батюшка, вы все решаете, мы за вами. Нас сказал батюшка, как будет батюшка делать, так и будет. Потому что ваше благословение, и мы поехали. Продолжение следует...